По свидетельству очевидцев, возгорание началось вот отсюда. Мальчик примерно 8 лет что-то поджег и бросил через забор. Деревянная постройка занялась довольно быстро, в итоге сгорел весь спорткомплекс. Огонь никого ждать не будет. Даже в безветренную погоду пламя распространялось с молниеносной быстротой, буквально пожирая все на своем пути. Вот по стене там возгорание возле стены было. Трава, и по траве пошла, и загорелась сарайка. А вначале-то там типа что-то замкнуло, а у нас в сарайке даже электричества не было, там замыкать нечему. То есть от электричества оно не могло загореться. Ну, видела девочка, как мальчик бросил этот факел через забор. Давать оценку действиям пожарных имеют право только специалисты, поэтому от каких бы то ни было комментариев мы воздержимся. Одно очевидно, отправляясь на вызов, первые расчеты и близко не предполагались, с чем им предстоит столкнуться. И потом только они поняли, что надо еще призывать. Потом уже приехала машина, но это уже спустя полчаса только начали милицейские машины подъезжать, всех тут разгонять, когда уже крыша полыхала. Когда не сарай горел, а когда уже крыша полыхала. Рядом стоящую многоэтажку спасло только полное безветрие. Дуй ветер в сторону здания, пластиковые окна такого жара просто не выдержали бы. Пошло развитие пожара, обусловленная планировкой здания, примененными при строительстве здания строительными материалами. Там использовался в качестве утепления полистирол. И перекрытие, и стены, и кровля, они имеют очень сложный состав строительных материалов, примененных в основном они все горючие, поэтому возгорание было таким интенсивным. Здесь был просто пожар, вот не знаю, я не видела, как в фильмах показывают. И самое, что было, такое ощущение, когда ты ничего сделать-то не можешь, а понимаешь, что все горит. И в принципе, это и пожарники потом уже, спустя 30 минут, ну они просто уже понимали, что все равно все дотлас горит. На первом этаже здания располагался клубный медиковосстановительный центр. Неожиданно внутри помещения что-то взорвалось. Одного из пожарных взрывной волной вместе с дверью отбросило в сторону. Я лично общался с пожарным, который получил удар. Он сейчас находится в травмпункте, делается снимок. Состояние его нормальное, он улыбается. Поэтому проблем, я думаю, с его здоровьем не будет. Там находилась у меня заморозка, то есть это специальные баллоны-спреи, которые при травме сразу оказываются первопомощью, замораживающий эффект. Дело в том, что у нас в городе ее очень невозможно, либо она очень дорогая. В любой аптеке ты такое не купишь. Естественно, мы это все заказываем через интернет, заказываем оптовыми партиями. У меня там было две коробки по 12 баллонов. Ну, якобы, что это была причина взрыва именно в моем, возле моего кабинета. В какой-то момент огонь будто хищник. Сел на задние лапы и уполз внутрь здания. На короткое мгновение показалось, что стихия украшена. Однако, чуть погодя, пламя рвануло наружу и довело начатое до конца. У него как второе дыхание пошло. Оно вначале притихое, пошел дым. Прямо тут все столбом пошло. И как бы огня не видно было, видимо, оно туда все переместилось. А потом, как опять, вот знаете, как в аду огонь был. Вот у меня видео есть, я смотрю, думаю, что же происходит-то. Уже, ну, как бы, как бы-то Богу угодно. Все равно это все события, они не просто же так. Каким-то совершенно непостижимым образом огонь практически не коснулся только помещения клубного музея. Кстати, деревянного. Помещение, в котором находятся и кубки, и центр, так сказать, нашего клуба-коммунальщика удалось отстоять. Вот, я заходил, там все фотографии, кубки, все на месте. Вот, хоть это нам удалось. Историю отстоять. Да, историю отстоять. К сожалению, такие пожары на территории края происходят. Это еще раз говорит о том, что нужно пожарной безопасности уделять особое внимание. Владимир Кобзев в день пожара был далеко за городом. Может, и к лучшему не видел всего этого ужаса. По пепелищу ходим вместе. Ну, это наш тренажерный зал. Вот все, что от тренажерного зала осталось. Осталось. Мальчишки осторожно, руками разбирают завалы, достают и аккуратно складывают все, что еще можно как-то восстановить. Грифы берем, грифы тоже подаем. В первые сутки на территории спорткомплекса успели похозяйничать мародеры. Даже упоминать об этом противно. Коробит. Ну, это спортзал. Вот, раздевалки. Душевые. Экскурсия не для слабонервных. Впрочем, слабонервных здесь нет. Если говорить о Владимире Кобзеве, то он практически всю свою жизнь, подобно ветхозаветному Иову Многострадальному, держит удары судьбы. Далеко ходить не будем, вспомним хотя бы прошлое лето. Во время кровельных работ Кобзев срывается с крыши и ломает обе ноги. На все выезды ездит вместе с командой в инвалидной коляске. Проходит год и сгорает дотла дело всей его жизни. Единственная за Уралом школа по хоккею на траве. Кстати, про пожар. В истории коммунальщика он уже третий. В середине 90-х клуб также выгорел полностью. За 20 лет Кобзев все отстроил заново. И опять себе ничего, все детям. Ну это было давно, в 94-м горело. Там бойлер сторожа не отключили, он вручную отключался. Помыли, мы на выезде были. Они не отключили, ну и все сгорело тогда. Ну а там потом горела пристройка. Там тоже поджог был. От комментариев представители пресс-службы ГУВД пока воздерживаются. Однако по нашим данным, личность мальчика, якобы причастного к возникновению пожара, установлена. Ведутся следственные действия. Что касается общего ущерба, по предварительным оценкам, он превысил 40 миллионов рублей. Больше переживала за него, потому что это его второй дом и это вообще его вся жизнь. То есть стены, это стены, они сгорели, их можно побелить, ну грубо говоря. А когда-то все это там по закоулочкам, по сусекам все вылизывал, для себя подстраивал. Ну особенно жалко медаппаратуру, потому что у нас одна из лучших была. Леонидыч на этом не скупился. У нас у одних такое было. Вот в этом плане мы подкованы были в плане медикаментов и вообще не только препаратов, но и оборудование, которое способствовало быстрому восстановлению и так далее. Вот так, к сожалению, сейчас даже пластырей нет. Мы с Владимиром Леонидовичем очень длительное время, несколько лет пытались создать восстановительный центр. То есть было закуплено оборудование, которое вот другие клубы в Алтайском крае себе вот такого не могли позволить. Был аппарат артромота по восстановлению коленного сустава, лимфодренажная система по восстановлению спортсмена, магнитно-лазерная терапия, диаденс-терапия, то есть хороший массажный стол, то есть ортопедия. Сгорела также полностью вся аптека, то есть все ампулы, таблетки, ну то есть полностью все уничтожено. То есть в результате мы сейчас на данный момент полностью без медицинского обеспечения. Ну вот это мой кабинет. Все, что осталось. У меня здесь деньги были, 193 тысячи сгорели. А в сейфе документы на учредительные, и я свои личные документы, и с карточками, с банковскими. Сейф внешне выглядел неповрежденным, однако после того, как его вскрыли, последние надежды испарились. Содержимое спеклось и оплавилось. Слишком высока была температура. Ничего такого, что из-за чего, как говорится, жить не будешь тут нет. Другое дело, что 38 лет моего труда сгорело за 30 минут. Вот это, конечно, да. Все, что я вкладывал сюда. У меня же ни дачи, ни машины, ничего, все деньги все сюда вкладывал. Будем работать, будем работать. Вопрос другой, что денег нету, что восстанавливать, а денег-то нету. Были бы деньги, так говорится, снесли, там что-то построить новое, другое. Даже сейчас его разбирать надо, деньги кому-то заплатить, чтобы люди приехали, разобрали, и даже на это денег нету. Узнав о беде, другие клубы российской женской суперлиги откликнулись сразу. С миру по нитке предлагают экипировку и снаряжение. Как тому и быть, в грядущий понедельник команда почти на месяц отправляется на выезд по маршруту Санкт-Петербург-Электросталь-Волгодонск. Пока все спокойно, никакой паники нет. Главное, что в клубе же главное не здание, а в клубе главное люди. Все остались живы-здоровы. Будем потихонечку, думаю, восстанавливать, продолжать сезон играть. Тренер задачу эту не отменял у нас. Три месяца назад Владимиру Кобзеву исполнилось 60 лет. Не самый подходящий возраст для того, чтобы начинать жизнь с чистого листа. Знаете, таких людей, как он, с каждым днем не только на Алтае, в России становится все меньше и меньше. Энтузиастов, беззаветно преданных своему делу. Увлеченных, искренних, честных и добрых, порядочных людей. Которым не страшно доверить собственных детей. Потому что чужих детей они, как правило, любят даже больше, чем своих собственных. Более того, скажу, со знанием дела, по масштабу личности, на Алтае второго такого человека, как Владимир Кобзев, нет. Будет ли когда-нибудь, не знаю. Пока, с сожалению, приходится констатировать, что люди мельчают. Мы, журналисты, со своей стороны можем лишь призвать всех неравнодушных жителей края и представителей бизнес-сообщества откликнуться на призыв о помощи. На официальном сайте клуба появились реквизиты для тех, кто может и хочет помочь коммунальщику. В противном случае барнаульский хоккей на траве сохранится лишь на страницах истории.